Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Путь» и я, журналист, и Забыла Заседская. Сегодня у нас в гостях потрясающе интересный человек, участник военных действий в Донбассе, военный врач, кандидат медицинских наук, лейтенант медицинской службы Юрий Юрьевич Еевич. Здравствуйте, Юрий Юрьевич! Здравия желаю! Для нас большая честь посетить Архангельск, город воинской славы, и мы очень рады, что нам выпала возможность побеседовать с вами в этой студии. Я хочу поделиться с нашими телезрителями, что Юрий Юрьевич уже побывал у нас однажды в Архангельске этой осенью и проводил занятия по курсу тактической медицины с боевым составом спецподразделения «Ратник». Вот тогда нам посчастливилось познакомиться на Архангельском подворье Артемьевского монастыря и узнать очень много интересного. Не только о боевых действиях на Донбассе, но и о том, что нам, обычным людям, в общем-то, а не только военным врачам, можно подготовиться и быть во всеоружии, если, не дай бог, нечто подобное случится и у нас. Юрий Юрьевич, я очень рада, что вы нашли возможность к нам приехать, несмотря на многоразличные сложности с нашей принимающей стороны. И вы у нас на севере. Какова цель вашего визита? Расскажите, пожалуйста. Основной целью визита является обучение гражданского населения города Архангельска и окрестностей основам тактической медицины. В прошлый раз мы имели честь поработать с 28-м отрядом специального назначения, имя, собственно, Ратник, и тогда не было еще набрано группы гражданского населения для обучения. Сейчас такая группа набралась, соответственно, мы прибыли. Пока группа немногочислена, соответственно, это даже странно. В остальных регионах, не являющихся городами воинской славы и не являющимся ключевыми точками, расположены близко к границам. Население очень активно идет на курсы, получает знания, видимо, смотрит телевизор, читает интернет, понимает, что к чему. В Архангельске пока интерес гораздо меньше, невзирая на то, что по всем планам очевидным НАТО, если начнется большая война, Архангельск один из первых попадет под раздачу. Сущность тактической медицины в смысле для простых гражданских людей. Многие гражданские люди полагают, что тактическая медицина, вообще все тактическое, медподготовка им совершенно не надо. Они же гражданские, есть специально обученные люди, вот пусть они занимаются. По этому поводу я могу сказать следующее. Как показывает исторический опыт, существует международная традиция. Раз в столетие Объединенная Европа приходит к нам, чтобы нас загеноцидить. Поскольку Объединенная Европа это очень серьезная, это сила, которую противостоять может только Россия, больше не было никаких других сил, которые могли бы это нашествие остановить, то наша регулярная армия, как правило, не справляется. И, соответственно, задача спасения нас самих от геноцида становится задачей нашего ополчения, казачества, партизан и так далее. Хочешь жить, дерись за будущее своих детей. И, соответственно, какая бы то ни была, минимальная подготовка позволяет человеку не быть убитому зря и сразу же. Что же такое все-таки тактическая медицина, чтобы было понятно всем нам, которые не очень еще адаптированы к этому словосочетанию. Вот мне кажется, что очень хорошая характеристика прозвучала в одном из ваших комментариев, которые я прочитала в интернете. Вы говорите, что вообще тактическую медицину вы, наверное, сравниваете с самообучением, а самообучение, оно было всегда присуще нашему народу. Это, в общем-то, традиция, которая существовала и у казаков, которые обучали своих детей, и те уже в 15-летнем возрасте вполне могли сидеть в седле, сражаться, защищать свою семью. По сути, вы продолжаете традицию в таком уже современном нашем варианте, делясь профессиональными медицинскими знаниями со всеми теми, кто бы эти знания захотел воспринять. То есть нет узкого такого ограничения. Узких ограничений нет никаких. Эти знания доступны любому человеку, который хочет их получить. У нас на курсах есть люди, которым за 60, есть женщины, есть дети. Не было пока еще инвалидов, но я надеюсь, что это следующим этапом будет развитие. Это первый момент. Второй момент. Что же такое тактическая медицина? Это совокупность знаний методов оказания медицинской помощи на поле боя. Говоря шире, это совокупность знаний методов об оказании медицинской помощи в условиях боевых действий. Многим людям сразу начинает казаться, где мы и где боевые действия. Должен вас огорчить. На Украине несколько лет назад так казалось очень многим. А до этого казалось в Ливии, Сирии, Югославии и так далее. Грубо говоря, сейчас ситуация, всегда была ситуация. Квит пассам парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Если вы не хотите, чтобы врач пришел к вам домой, вы должны быть достаточно боеспособны. В данном случае речь идет о том, что если начинаются активные боевые действия, то даже если вы не идете непосредственно воевать, мирное население попадает под раздачу очень сильно. Ортопстрелы, бомбардировка, голод, множество других факторов. Наличие медицинской подготовки позволяет кардинальным образом улучшить свою выживаемость, выживаемость своих близких, выживаемость своего окружения. В своих интервью вы неоднократно говорили о том, что в нашей стране, ну скажем, до недавнего времени, тактическая медицина была в плачевном состоянии. Чем это обусловлено? Как меняется ситуация сейчас? Какова ситуация в других странах? В других странах ситуация блестящая. Например, в Израиле разработан полный комплекс тактического медицинского обеспечения на поле боя, который включает целую кучу факторов. Результатом является то, что если раньше у них погибало 36% военнослужащих, то теперь погибает только 6%. Я думаю, цифра говорит сама за себя. У нас дело обстоит очень кратко. Самого понятия тактической медицины в нашей стране не существует. Существует понятие военно-медицинской подготовки, существуют различные отделы ее, типа организации тактики медицинской службы, военно-полевая хирургия и так далее. Но это все ни о чем. Почему? Тактическая медицина – это именно комплекс медицинской подготовки, личного состава, участвующего в боевых действиях. У нас с какой-то натяжкой, какие-то разделы этого перекрывает подготовка санитаров, санинструкторов, но именно некоторые разделы и с большой натяжкой. Значительное количество моментов, без которых эффективно работать медицина на поле боя не может, у нас не рассматривают. Когда вы вернулись с Донбасса, вы в 2015 году начали очень плотно заниматься решением этой проблемы, постановкой тактической медицины. С тех пор прошло полтора года, я посмотрела ваш отчет, и очень такие выразительные цифры прозвучали в нем, что за полтора года, по сути, подготовлено 800 человек, специалистов, парамедиков, которые по статистике вполне могут обслуживать, но не совсем точное слово, 8 тысяч человек во время военных действий. Значит, 800 человек, которых мы подготовили за это время, из них 500 гражданские, 300 сотрудники различных специальных подразделений Российской Федерации. По штату минимально полагается один парамедик, не по нашим штатам, по нашим штатам полагается один фельдшер на роту на 80 человек. По штатам современного времени на минимальное подразделение, скажем, на отделение полагается один парамедик. Таким образом, считаем и получаем, что да, можно обеспечить парамедиками 8 тысяч человек личного состава. Много это или мало? Ну, вообще-то на Донбассе это фактически большая часть всех наших действующих вооруженных сил. За время боевых действий там мы видели одного хорошо подготовленного, качественного парамедика. А второй фактор. Обязательно нужно учесть, эти люди, случись боевые действия, смогут лихорадочно готовить других. На войне кто не хочет умирать, учится быстро. Соответственно, используя наши разработки, мы издали методические указания по тактической медицине и регулярные войны, где собраны все основные мысли. Да, разумеется, люди после курса могут что-то забыть, что-то не понять, знания стираются. Но когда сильно приспичит, он может взять эту книгу, лихорадочно знания подновить, другим научить, распечатать и, соответственно, знания тиражировать. Вот за этот период, полтора года, с какими организациями, структурами удалось вам наладить такие деловые связи, контакты? Кто откликнулся? Ну, список организаций очень большой. Прежде всего, это специальные подразделения Российской Федерации, которые реально участвуют в боевых действиях. У нас там в отчете есть список достаточно радующий. По Ростову это областной ОМОН, транспортный ОМОН, спецназ УИН, спецназ ВСИН, далее, дай бог памяти, кто еще СОБР ихний и спецназ внутренних войск. По Архангельску ваш 28-й отряд специального назначения. По Крыму СОБР, по Москве СОБР. То есть, те подразделения, которые реально участвуют в боевых действиях и реально несут или могут понести потери, командиры сами нас приглашают, и мы работаем. Подразделения, которые реально воюют, они знают, что медицина нужна. Потому что каждый экстраполирует, что я буду делать, если мне оторвет ногу миной. И, соответственно, учатся. А те люди, которые руководят процессами, они часто не успевают с завеянием и временем. Скажите, пожалуйста, куда обратиться всем тем, кто заинтересовался этой темой, что почитать, где посмотреть? Очень легко. Наш сайт технологии выживания.рф в интернете легко можно найти. Там можно бесплатно скачать нашу методичку, а также ряд других методичек. Другие учебные материалы. Можно записаться к нам на курсы, можно взять наш телефон, там записано. Позвонить, поинтересоваться. В Ютубе наш канал «Евич Юрий». Там множество роликов, как эпизоды нашего участия в боевых действиях, так и эпизоды наших тренировок, лекций, выступлений в средствах массовой информации. Все это можно посмотреть, составить себе представление. Актуально, неактуально, нравится, не нравится. В довершение, наша группа в соцсетях «Тактическая медицина». Там тоже основные материалы мы вывешиваем по происходящему, по планируемому, по задачам. Соответственно, для всех современных людей три источника. Более чем достаточно, чтобы хотя бы начать знакомство. Если возникнет интерес, то всегда можно нам позвонить и уже задать возникшие вопросы. Вера без дел мертва. Когда пришли фашисты, сатанисты, начали на нашей земле массу убивать русских людей, я был уверен, что из церквей хлынет поток пламенных православных, мы противника сметем. Действительность оказалась гораздо мрачнее. Каждый нашел поводы, чтобы ничего не делать. И в этом смысле я хотел бы всех не то, чтобы предупредить, а сказать вещь, наверное, очевидную. Многие святые говорили о том, что если я говорю всеми языками, какие существуют, я за слова точно не ручаюсь, но сущность такая, если я молюсь, если я много чего соблюдаю, но нет у меня дел, моя вера, она мертва. Если я любви не имею, моя вера мертва. А с другой стороны нет больше любви, ежели кто положит живот за други своя. Возможность получить навыки, знания, как спасать людей в условиях боевых действий и потом приложить эти знания на практики, это уникальная возможность получить, ну, я не знаю, может прагматично звучит, искупить грехи, получить вход в Царствие Небесное. И даже если войны не начнется, Господь же читает в душах. То, что человек пошел, научился, приготовился спасать, это приравнивается к поступку. Поэтому меня очень огорчает то, что среди людей, принимающих активное участие в защите Отечества, много мусульман, атеистов, язычников и так малого церковных православных. Ведь путь к Богу, это да, посещение церкви, соблюдение ритуалов, это очень хорошо. Но вспомним Пересвета, Аслябю, Сергия Радонежского и всех прочих. Мы живем в материальном мире. Попытки переселиться из материального мира сразу в виртуальный – это путь йога, но не путь православного. Издревле православие была огненная религия, преследующая целью защиту Отечества. Как там, врата ада не одолеют церковь, а чтобы не одолели, нужно сражаться. Единственный способ защитить своих детей от уничтожения, свою землю от порабощения – это быть воином. В завершение хочется сказать вот еще о чем. Добрый самаритянин из евангельской притчи, как вы помните, омыл и перевязал раны избитого разбойниками человека, отвез его в ближайшую гостиницу и оставил хозяину гостиницы деньги на содержание раненого. Это притча на учении от самого Господа Иисуса Христа о том, как мы должны по-евангельски поступать со своими ближними в трудных ситуациях. Притча о милосердном самаритянине ставит любовь выше всякой вражды. А еще она о том, что не существует людей, недостойных милосердия. Очевидно, именно этому учит и военный врач Юрий Юрьевич. И предлагает каждому, кто пожелает свои профессиональные знания и медицинский опыт. Не пройдем же мимо. Благодарим вас, Юрий Юрьевич, за участие в нашей программе. Огромное вам спасибо, что пришли к нам. И всего вам самого доброго. Всегда рады. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok